Ну что ж, пару слов о событиях в России Медведев предложил четырехдневную рабочую неделю По этому поводу вспомнился старый-старый анекдот Когда Владимир Ильич взбирается на Бугайневичок А рядом с ним Дзержинский И Ленин, обращаясь к толпе, провозглашает Товарищи, скоро вы будете работать пять дней в неделю А потом, товарищи, вы будете работать четыре дня в неделю А потом, товарищи, вы будете работать три дня в неделю Поворачивается к Дзержинскому и говорит Ильич Ильич, я сам говорил, работать они не будут Ну, примерно, вроде бы так Работать они не будут Но с другой стороны, все затраты, которые ложатся на бизнесменов, это затраты, которые должно было бы нести государство. То есть Медведев сначала переложил затраты на посленовогодние, майские и другие праздники на плечи бизнесменов. И вот эти самые 10-13 дней, которые гуляли в январе, 10 дней, которые гуляли в мае, оплачивали бизнесменов. То есть народ гулял не за свои и не за государственные. Мелкий, средний и крупный бизнес хорошо пострадал от этих праздничных дней. Мало того, что народ выходит, конечно, полностью оболваненный после двухнедельного отсутствия. Ну окей, месячные отпуска, которые во всем мире вообще нонсенс, в России это нормальное явление. Все это опять-таки оплачивается бизнесменами. Теперь сегодня хотят ввести четырехдневную рабочую неделю. Если кто-то сомневается, что при этом зарплата понизится, ни в коем случае заставят платить как миленьких по полной программе. Потому что, во-первых, в России платится зарплата помесячная, а не понедельная или почасовая, как в России. Я говорю в основном. Конечно, есть почасовые какие-то работы, но в основном работа оплачивается помесячная. А при помесячной работе, сколько бы дней в неделю ты ни работал, зарплата останется прежняя. И ни один бизнесмен и пикнуть не посмеет против того, чтобы пойти против правительства и понизить зарплату рабочим. Тут же звонок Путину, разборки и так далее. Бизнес сметут, начальника посудят за любое преступление. Вот так вот оно все это решается. То, что страна при этом катится полностью в даун, полностью в пропасть, ну, не понимать сегодня этого может только полный идиот. Потому что производительности нет, производить уже просто нечего. Чего работать 5 дней, когда нечего производить? Вы посмотрите на эти машины, на автомобили, над которыми смеется весь интернет. Вообще, я не знаю уже русского какого-то товара, который бы кроме матрешек пользовался каким-либо спросом. Ни в одном доме вы не найдете ничего сделанного в России. Я за все время пребывания в гостях в разных совершенно домах спрашивал вообще вот такой вопрос. Есть ли что-то у вас сделанное в России? Да никто этого не делает и не держит. Может быть где-то в каких-то деревнях табуретки, сделанные соседним дядей Васей, и используются в хозяйстве. Но что-то типа микроволновок, телевизоров, компьютеров и прочего, и прочего, аж боже мой. Ну, лампочки еще может быть и делают. Хотя, скорее всего, тащит из Китая. Плохо. Очень, очень, очень плохо. Плохо то, что правительство не видит другого пути выхода из кризиса, кроме как наезжать на мелкий, средний бизнес. А крупный бизнес типа нефтегаза и прочих компаний, ну, конечно, поддерживается государством. Привожник получает новые заказы на продукты питания, поставляемые в дома престарелых, в военные организации и так далее, и так далее. Крупные бизнесмены, которые стоят рядом с Путиным, получают хорошую поддержку. Мелкий и средний бизнес умирает. Очень жаль.